Здорово, народ! Вы на канале Мамс Мэджик. Это шоу Сетап Тар. Почему? Они двое, ну, супер успешные в комедии. Один в шортах, как будто баскетбол прогуливает, а второй, ну, я не знаю, театр сторожит. А мы как-то приоделись, нам надо выглядеть нормально. Не, ну ладно, я тоже тип с отпуска. Ну ты пиздец артист у нас, птицы у него. Миша важный, птица у нас. Согласен, согласен. Что это, журавль или что это? Это финиш. Как будто из Vice City сбежал. Эй, Томми, я трахаюсь вот так в машине. Плавать умеешь? Не особо. У меня есть небольшая история. Я в туре сейчас катаюсь, и у меня периодически там, ну, машинами, кораблями, поездами. Ну, я это знаю. Ты-то знаешь. А как, кораблями, да? Поробами поработать. Короче, какое-то месяц было, апрель это был, климат еще менялся, и мы поехали из плюс 20, короче, с Алматы, поехали в эту, куда, в Караганду? В Караганде. Минус 400 где-то. Минус 400. Там было холоднее, но все нормально вроде, концерт прошел. Следующий день надо в Астану, а там по прогнозу погода, ну типа мы уезжали плюс 20 здесь, и там минус 7 и метель. Вот так. И мы просыпаемся утром, надо ехать, трассу закрыли, мы не знаем, что делать. Поезд, типа, нет билетов на поезд. Нам сказали, можно с Зайцем, типа, это нормальная практика. Мы полтора часа постояли нахуй на вокзале, как два лоха. Просто, знаешь, когда ты, ну, я не похож на нарушителя закона. Не, ну, кстати, тебе... Ну, мы просто в проходе на вокзале постояли, вот это, знаешь, где говорят, уходите отсюда, уходите отсюда. Вот это, где вытяжка теплая херачит, просто... Мы не решились в итоге? Мы не решились. Не, ну... Очень сомневающийся. Ну, как-то все, ну, понимаешь, ну, когда вот так Зайцем, хотелось еще, чтобы Зайцы были рядом. Мы не видели, что какие-то все очень скрытные были Зайцы, типа, ладно бы мы увидели хотя бы сигнал от одного, типа, Я иду наебывать, пойдем со мной, типа, мы вместе сольемся в это все. Вот так, на цыпочках? Да, подмигнули друг другу в вагон, ресторан, сели и все. И, короче, мы нашли тачку, которая поехала не по платной этой трассе, которая хорошая, там, все, вообще легко по ней доехать. Да, вот это вот, 240 километров вот этого. И к нам подъехал чувак. Дай закончить. Сейчас доедем. По тормозам. О, выехали. А, мы заводились, да, только? А не работает, да? Короче, мы еще, типа, знаешь, проснулись и охота поесть, что-то там. Мы же все цивильненько живем, хочется кофе попить. А какое тут уже, нахуй, кофе? Нас, короче, мы сели в Камре, естественно, потому что, ну, только Камре, как будто бы может уехать по ебаной дороге в Астану. Вот прям сейчас мы позвонили, и за пять минут чувак собрался. Как будто бы вообще дел нет у него. Он в драйвере сидел вот так вот. Так, там же война всегда. То есть я как-то вызывал телефон, 13 звонков входящих сразу. Брат, отмени, 500 тенге минус, дешевле сделаю. У меня кондер, у меня кожа новая. Клянусь, там уже такие аргументы начинались. Ну, приехала реально чистая такая, новенькая какая-то. Я не сильно разбираюсь, но машина выглядит как новая. Поехали, такой здоровый водила, короче. Мне такой плотный, как вот сказать, полный, ебать здоровый, короче. Шкаф, рама, короче. Плотный. Как полный. Ну, ты правильно сказал. Пародировать не буду. Короче, и что? Мы едем, и вот я не знаю, это какая-то принципиальная у казахов идея, что, ну, типа, вообще похуй на подвеску. Ну, то есть, вообще, ну, то есть, ее, ну, новая прям, она едет, знаешь, не слышно, как едет. Даже по этой вонючей, плохой дороге, но он так топит. И я еще взял себе на заправке кофеек, понял? Американо. И ближайший час я сражался с этим Американо просто. Мы едем, и знаешь, там вот это, понял, у нас крышечка, и там вот эта дырочка. И я эту дырочку вот держу, вот это, меня идет уже за дырочку, просто уже выливается. И я такой, блядь, да, мне не надо было кофе для бодрости. У меня же руки, руки, руки обожжены все. И вам Американо с пенкой или нет? Я сам пену сделаю. Нет, ну, как будто твоему образу идет фраза «шла метель». Знаешь, ну. И дорога была нелегкой, тоже прикольно. И мы едем, короче, чем дальше мы едем, тем на дороге нет вообще ни одной машины, кроме нас. Типа, ну вот мы едем, степь, метель, метет прям, и дорога, это все, мы едем, скорость 150-170, вот такая скорость. В какой-то момент мы, наверное, до Астаны 50-60 километров, я кофе допил, блядь. А ты его просил так топить, или это его решение? Нет, нет, его, блядь, он с таким невозмутимым видом это все делает, вообще не надо было ни о чем просить. Ну там, знаешь, он просто еще, ну нет, я таких людей ни о чем не прошу. Слишком уверенно. Я принимаю их условия. Такой, умрем, ну умрем вместе. У меня маленькая история в тему есть. Давай, давай. У меня, я на той неделе с таким типом, короче, в кое-то веке у меня сотка села, мне нужно было такси вызвать, я вот так с руки ловлю, как старый добрый. Тип тормозит. А, кстати, извините, было такое, что я когда приехал в конце сентября, и прям все говорили, у нас в Алматы прям ловят с руки, и ловили, ловили, а сейчас я не вижу. Да, ты привез с собой Яндекс, по сути. Ну, реально так. Ну, а реально сейчас меньше даже стали ловить. Намного меньше. Всем удобнее, потому что один человек, один... На сети ловили, на спине. Время было ввоз. А помнишь, когда динамитом можно было прям кинул, и таксисты все такие... А эти корпорации, они все съедят. Короче, торможу этого типа, он говорит, братан, сажусь, все, по деньгам договорились. Он говорит, ты не против, музыка будет играть. Я говорю, вообще не против. А музыка, которая мне нравится, у него там Принц играет, классно, все кайфово. Он говорит, а притоплю, не против? Я думаю, интересно. Я говорю, не против. Я ждал, что он дальше скажет, а дрочить за рулем буду. Я подумал, в какой-то момент, за коленку тебя можно не против? Короче, и он люто топит. Люто. По городу, где везде камеры, 120 там, особо крутая, прежде. Мы вот так, между рядов. И там менты вот так, прям на перекраске стоят. И он поебать, он прям вот так, чуть ли не в глаза, понял, и топит. И ты такой, мой дом не вальгала, братан, не надо. Короче, он на пешеходку, вот этот, знаешь, островок безопасности, туда на всей скорости заруливает, тормозит прям перед пешеходом на светофоре. Вот менты. Он ему в глаза смотрит, клянусь. Останавливает машину, открывает дверь, одну какое-то движение делает, пластик отваливается снизу и в проводах начинает копшиться. Менты отъезжают 20 метров, он закрывает, засадится и дальше в газ. Я говорю, ты что сейчас сделал? Он говорит, ну если остановят, поломка на низких оборотах не едет. Я такой, да ты гений, блядь. Это все, что я хочу сказать. Прикол. Это Хитман был? Это принц был? Принц Перси. Не, он такой, превышает, он такой, я вообще спиздил эту тачку. Такая схема. Короче, мы едем, все, это, 60, короче, 50-60 километров до Астаны, мы подъезжаем, небольшая пробка на трассе стоит, и перегородила, короче, полицейская машина. Не ДПСовская причем, просто полицейская. Он что-то вышел, что-то, хуй пойми, что-то сели обратно, сидим-сидим пару минут, он хуяк, выехал просто, как бы, поле, я думаю, неужели сейчас по полю поймем. Он остановился, пассал, вышел, вернулся, короче, стоим-стоим, стоим, он что-то так подъехал, так подъехал. И такой, типа, что-то кому-то, то ли другому водиле что-то сказал, закрыл, и реально, как в фильме, просто газ в пол и начал хуерить просто. Просто едет. По полю? Нет, нет, по трассе он просто объехал полицейских и начал по трассе ехать. Окей. И мы едем, 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 но топит, очень прилично топит, вообще ни на что не смотрит. А машин нету, перекрыли трассу, видимо, уже пару часов. Скажем так. И мы едем, я такой, я не буду оборачиваться. Я думаю, он так уверенно все это делал, я подумал, он как-то с ними переглянулся или понял, что у тех какая-то особенная ситуация, а у нас нет. И мы едем с Тлеком, это мой менеджер, и до сих пор некомфортно это говорить. Добавляй слово VIP-менеджер. VIP-менеджер. Мой мега VIP-менеджер. Короче, он сидит впереди и говорит, и поворачивается, говорит, поздравляю, первая полицейская погоня прошла удачно. И он говорит, в тот момент, когда он втопил, за нами тачка, их с мигалками поехала. Но мы оторвались. И вот в чем прикол. Реально. Как эта область называется, я боюсь неправильно сказать. Акмолинская. Да, Акмолинская. И нам до нее оставалось буквально километров 10, а это уже не их юрисдикция. И он просто втопил, зная это, потому что знал, что мы уже скоро заезжаем в другой регион. И такой, да похуй, я поехал, они все равно меня на Новой Камре не догонят. У них типа гранта. Реально. Ни фига себе. Региня, он заезжает в Акмолинскую область, открывает багажник и труп шлюхи. Дело сделано, Андрей. Мы почти на месте. Я ее с Караганды оживлюсь. Хорошо, сейчас минус 7 метель не воняет. Они же что трассу-то закрыли? Реально там план перехват был, да, такой? Прикинь, просто мы типу позвонили, он за 5 минут, да, конечно, отвезу в Караганду, а еще лишусь заработка своего, просто меня прав лишат. Навсегда. А прикинь, если он твой фанат, ну он увидел ментов, продумал варианты, он такой, а для кого пол скрипел? Ну люди должны. Сколько он нажимал газ в пол? Да, чтобы мы смеялись. Вот с одной стороны, он для тебя очень много сделал, ну в плане того, что, он сделал так, чтобы твои концерты состоялись и так далее, но при этом какой-то, ну типа, но он очень многим рисковал. Твоей свободой и жизнью. Ну а концерты хорошо прошли? Да. Значит, она того стоила. Блин, и самый прикол, мы только вот в Акмольинскую область заехали, он сразу начал корешам звонить и выебываться. Эй, как это по-казахски, бля? Он ехал и сториз снимал, вот так. А, нет, ну слушайте, когда топил, не снимал, мы когда в Астану уже заехали, он сториз снимал. А было такое, что он такой, А знаешь, что для меня главное, Андрюш? Семья. Ну что он... И крест достал. Что он немножко Доминик Торефта. И в конце он такой, лан, джигитер, я в Токио. У меня там дрифт на парковке. Не, я вообще боюсь ездить на машинах с кем угодно. У меня паническая атака. Эти все бла-бла-кары. Есть такое, я сажусь, вот куда бы я ни ехал, в Бишкек еду, я думаю, именно тут я умру. И еду три часа, думаю, ну вот сейчас мы умрем. У тебя именно с машинами такая? Да, с машинами. А с самолетами нету? С самолетом я там принимаю, что мы много кто умрем. И меня это успокаивает. Тебе главное компания, да? Не так обидно, типа, вы тоже. Да, да, я такой, вот тут и дети есть. Кто-то больше страдать будет. Хочу увидеть кусок фюзеляжа у этой женщины в груди. Это меня успокоит перед смертью. Офигеть. Жесткий. Не, Биш, это уже полный пиздец. Подождите, мы выдуманных людей хороним, правильно? Там можно... Мы-то хороним, а ты их жестоко убиваешь. Регите, а все выпуски такие, эх, друзьяшки, фюзеляж в груди. А можно вот... Фюзеляж в груди. Какой-то шансон. Про поездки мы с пацанами, там, Темир, Олег, мы ездили в Шимкент. И вот, ну, про услужливость вот этих водителей, что они прям вот все, братан, чтобы ты прям с комфортом доехал. И там, это, Toyota Alphard, ну, микроавтобус. И мужик подумал, что мы прям жестко общаться будем всю дорогу. И второй ряд он развернул. А мы думали, что так и надо. И пацаны просто всю дорогу спиной вперед ехали. И мы не могли вот так вот растянуться. То есть мы вот так вот ехали. Потому что, ну, они перед нами, и мы перед ними. Друг другу ноги, чтобы не как-то не этот. И вот так вот едем. И потом водитель такой, в Шимкенту мы уже почти подъехали. Он такой, а что вы сиденья не развернули, пацаны? Вам же неудобно ехать. Мы такие, а мы думали, так и должно быть. Он такой, он, знаешь, сказал, а я думал, вы в карты играть будете. Для него это классическая ситуация, понимаешь? Да, да, да. Я же эту машину как получил? Он прям в его картине мира это, короче, прям должно было случиться. Типа, я думал, вы в карты будете играть, а вы не играли. Почему-то и всю дорогу молчали. А мы просто, ну, я книжку всю дорогу дочитывал. Там пацаны что-то допили. Ой, я же не знал, что дрочил везу. Это так, пацаны, конечно. У меня знаешь, какая штука есть? Я когда заказываю такси, я никогда не заказываю эконом. Я заказываю бизнес. Потому что вот я так панически загоняюсь, что в случае, если мы попадем в аварию… Что у меня будет слишком много денег, я вот так панически загоняюсь, и мне надо срочно немножко потратить их. Ну, это ладно. Но, смотри, если будет авария, риск больше, что акцент разобьется в дребезге нахуй, больше, чем, допустим, К7. Она меня сохранит. И еще больше страха, это когда я разобьюсь, напишут, что я умер в Hyundai Solaris. Мне это нахуй надо. Да, вроде бы, я что деньги зарабатываю для своей безопасности? Да нахуй оно мне надо? Я 25-6 лет небезопасно жил, и еще прожил так же небезопасно. Я вот просто заметил, что денег становится больше, я их зачем-то трачу на свою безопасную жизнь. Нормально же до этого было. А до этого, да. Почему я раньше эконома не боялся вообще никаких... Потому что вы... Я в акценте вообще не боялся разбиться. Было круто. На маршрутке вообще не боялся ехать. Вообще не боялся. Мне вообще очень нравится всегда дружба Славы и Андрея, она меня с первого дня поражает. Ну клянусь, потому что Слава это тип, который красные мокосины, Гелендваген, блядь, сопровождение. А Андрей это тип, который, ну чаечек с печеньками. Ну сопровождение. Ну рядом пусть вип-менеджер будет чем-то везде. Пазл сложился. Да, прикольно с водителями. Не, я тебя перебил про бизнес. Нет? А это вся мысль. Я боюсь, что напишут, что я умер. Не, на бизнес это круто. Я же не отрицаю. Я тоже не буду отрицать. Удобно, классно. Согласись, каждый день водичка есть у тебя. Да приятно, это приятно. Да, ты можешь запить все. Здесь салфеночки. В экономе у тебя воду отберут еще, блядь. Да, в блютуз можно подключиться легко. Потому что в экономе только Type-C же. Ну и USB. И то она занята всегда у него. Телефон садится постоянно. У меня есть шутка, которую я спиздил у таксиста. До сих пор ее говорю. Я Type-C всегда называю туапсы. Просто такой факт. Еще в экономе волей-неволей посмотришь YouTube-канал, который ты никогда в жизни не посмотрел. Чтобы забыться срочно. Не, не, это у таксистов всегда. Ну, конечно, конечно. Серьезно. Сегодня мы будем шлифовать березу. И ты такой, ну, значит, шлифуем березу. В экономе таксист где-то на YouTube-каналах ищет, как побольше денег заработать, знаешь. Прям видно, что ему не нравится эта работа. Бля, точно. Я один раз ехал в Москве в экономе, и тип смотрел, как правильно вырезать аппендицит. Да ну гонишь. Я тебе отвечаю. Ну, это, ну, вряд ли он учился на медика, потому что ему 60 было уже. Он себе хотел сам. Он сэкономлю на этой херне, блядь. Два заказа минимум упадет за это время. Мне оно надо. Ну, бывает же такое, что ты в какой-то момент начинаешь смотреть видосы вообще нехарактерные твоей жизни. Ну, я не знаю, как должно мне в рекомендациях попасться, как аппендицит вырезать. А вы не смотрите чушь? Вот я, кстати, про это хотел поразгонять. То, что вот меня раздражают типы, которые такие, откуда у тебя столько времени смотреть всякую хуйню? Я такой, я просто экономлю все то время, чтобы говорить людям, что смотреть и что не смотреть. И на это время смотрю, блядь, что мне интересно. Ну, типа, захочу посмотреть, как вырезать аппендицит, посмотрю нахуй. Благо, благо есть, бля, видосы об этом. Ну, типа, в чем проблема? Ну, бывает же, что хочется забить мозг вот этой инфой, нет? Да, бывает, определенно. У меня был период жизни, когда я всегда засыпал под речных монстров. Ой, речные монстры. Ну, вот этот голос, который, знаешь, три раза одну и ту же информацию дублирует. Типа, речные монстры. Там какой-нибудь кадр, женщина очень лохматая, явно бедная. Здесь водится некое подобие Чупакабры. И потом там они... И ты такой... Да? И там девочка в лодке. Чупакабры здесь бывают. И комментатор в третий раз эту информацию дублирует. По словам очевидца, в этих реках водится некое подобие Чупакабры. Знаешь, в чём прикол? Восемь сезонов этой передачи. Как она называется? Речные монстры. Восемь сезонов. Ни в одной серии не поймали никого. Да, да, да. Просто... И говорят, видимо, она была причина. Да, да. Они просто тёмные ветки на воде снимают. И такие, возможно, это оно. И просто саспенс 40 минут нагоняет. И в конце, ну, сом. Музыка страшная везде. Он идёт типа по речке и такой, я делаю опасные вещи. Я подвергаю свою жизнь риску. И ты такой, вот сейчас нападёт. Да, да. Максимально тупая херня. Я люблю ещё перед сном всякую чушь слушать. Бля, я чё только не... Есть автор такой, Экхард Толли. Духовное развитие. Духовная духовность. Вот помнишь, что я включал в гостиницу? То, что я в гостиницу. Хотите, расскажу. Концерт прошёл, всё. Слава, ну, для тех, кто не в курсе, он в турах такой человек. Он типа такой вот так в комочек сворачивается и такой, люди, уйдите нахуй. И потом Слава, твой выход. Добрый вечер! Потом от выступал. Нахуй людей. И я захожу в номер. Слава лежит вот так на кровати, вот в этой позе эмбриона. И без наушников, громко. Я просто заберу в номер, там всё вокруг ничто. Вы просто информация. Отпустите информацию. Там, ну, такая, знаешь... Мне пустота. Да, да, да. Это что, помогает? На утро встаю, нихуя не помню. Потому что всё ничто, Андрей. И весь день как по маслу. И вот каждый день я это слушаю. Но проблема в том, что я это ставлю, слушаю. И потом в какой-то момент в 6 утра я просыпаюсь и слушаю, кто такой япончик. Нет, пацаны, а вопрос у меня есть. Вы отдыхаете от контента? Потому что я помойка. Ну, вот информационная помойка. Во мне, если что-то в ухо не пиздят, я не могу спать, срать, ничего в этой жизни. Понимаете, мне кто-то что-то... Екатерина Шульман, я уже её голос вот так из темноты могу выхватить. Понимаете, если она там... Это уже она на ночь с нимфактор. И уже всё, она у меня снится уже. А ты именно информацию, контент типа Екатерины Шульман потребляешь? Или обзор автомобилей тоже. Ну, типа вот такое. Искала, я смотрю, как ниггеры казахский рэп слушают. Вот это я. Ну, пресс-конференции, поп, ММА, вот это. О, да, сразу проматают, где дерутся. Сразу, я сразу проматываю. Никто не понравился, я такой, зачем? Я обожаю эту хуйню. Я всегда один из тех людей, кто смотрит Рилси. Продолжение драки в Телеграм-канале. Я похуй подписываю. И ждёшь одобрения, когда тебя впустят в канал. И там в итоге просто ничего, никакой драки. Обман, три раза так попал. Я обожаю эти попа, ММА. Да, попа, ММА. Да, мне нравится. Такая рекольда. Обожаю, прикольно. Да, это очень забавно на самом деле. А ты, заход в чём был твой? Мой заход в том, что вот люди такие, почему вы это делаете? Вы же можете сэкономить своё время и сделать миллион полезных. Да пошли нахуй полезные вещи. Ну, типа. Абсолютно. Ну, есть же время собирать камни. И есть время прям малствовать жёстко. Типа. А чё, в чём проблема? Слушайте, я уже, извините, я уже рассказывал, по-моему, в одном из выпусков это. Но всё ещё могу повторить. То есть я настолько с этим согласен. Я придумал позу, как правильно вставить Айкос в ключицу, чтобы ты играл фифу. На правом плече лежит Ютуб, что-то пиздит, включиться, вот так стоит Айкос. И ты вот так боком губку вот так вот так. Ты играешь, куришь Айкос и слушаешь кого-то ещё на Ютубе. А я худак купил, у которого вот здесь шиворот, и я вот так ставлю Айкос, и вот так играю. У меня, знаешь, я недавно скачал себе Hitman, и это идеальная игра, чтобы посидеть, покурить и посмотреть, как охранники двигаются. У меня жена приходит, ты играешь? Я наблюдаю. Так, вот этот направо пошёл, 5 секунд постоял. Охранники же в супермаркете, блядь, смотрят за мной, ходят, вот и я сейчас так просто мщу им. Да-да-да, и я прям кайфую от этого. Она настолько медитативная, я прям прихожу, у меня мозг супер отдыхает. В Hitman, если прикалываетесь под этим шнуром. Я на самом деле на вашей стороне, но при этом, мне кажется, что, типа, ты разучаешься вообще быть наедине с самим собой, со своей башкой. Так, это и есть смысл, побег от себя всегда. Ну, я про разграничения скорее, про вот эту золотую серёдку. Ну, типа, побыл с собой, круто. В какой-то момент не будь с собой, посмотри, как индусы ногами готовят еду. Это, блядь, я могу час смотреть. Или как типы в тропиках аквапарк строят. Да-да-да. И ты же знаешь, что это наёбка сто пудов. И ты такой, вау, круто. В смысле? Вот наёбка. Серьёзно? Да. Они обманывают меня? Да, они заранее всё делают. Офигеть. И показывают тебе только последние, короче. Да как так? Да, бригами вообще. Так, там же на таймлапсе они... Я ещё, знаете, для себя чего открыл? Тоже, ТикТок, супер залипательная тема. Карликовый рестлинг. Это даже звучит невероятно. Давайте так, не карликовый рестлинг, а рестлинг с карликами, скорее всего. Там не... Карликовый рестлинг... Их росту. Чтобы они сделали ровно столько шагов, сколько... Вот такой, вот такой. Ты вот так наблюдаешься. Ну, вот же у нас карликовый рестлинг. Ну, я прям... Не, вот типа что, один лежит такой... А второй говорит, дай пять, дай пять, дай пять. Это мои серьёзные артисты, бля. Я прям восхищаюсь этими людьми на самом деле, потому что они какие-то жёсткие вещи делают. В плане, ну, прям все вот эти акробатические... Они же с циркой переходят. Переходят, думаешь, прям трансфер? Да, да. А мне кажется, это прям вторая работа, брат. Они ниоткуда не уходят. Ты думаешь, есть прям академия карликов такая, да? Халтурка. Халтурочка. Да, прикольно, прикольно. И что, ты против людей, которые... Да я не против, я знаешь... Не против тебя просто заебывают, что читают нотации. Да, да. Сейчас же вот эта вот коннотация современная, типа, нужно. Они же вот этих всех миллиардеров насмотрелись, которые там родились в семье миллионера на самом деле и, типа, сделали с миллиардерами. Условно говорю, условно. Не каждый, конечно. Ну, типа, вот эта теория успешного успеха. Мы, типа, живём... Типа, не трогай телефон в тот момент, когда ты встал. Нет. Да, 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 да. Информационный детокс. Сразу гнить в рилсах. Сразу. Не, ну, пацаны, меня на три дня хватило, чтобы проснуться и не смотреть в телефон. А, реально? И это были охуенные три утра на самом деле. Прикольно. Мне было... Это было сложно, но это было очень приятно. Просыпаться без ленты просто... Надо попробовать. Я ещё накачал всяких детективов, которые, типа, можно за один день, за два дня прочитать. И я прям такой... Что? Я не залипаю в телефон, но я читаю книжку. Как будто бы лучше индусов, которые ногами еду делают. И я почему. Я в этом плане скучаю по телевизору. Ну, то есть, что... Пасать не успеваешь. Нет. Ютуб и всё даёт рекомендации, а телевизор может выдать абсолютно неожиданное что-то. Это правда. Это правда. Можно я скажу, как я сошёл с ума? У меня есть подписки на всё на свете. И я каждый раз, я не знаю, что мне смотреть. Я захожу на Кинопоиск, захожу в раздел «Каналы». Я делаю точно так. И выбираю то, что мне дают ТВ-1000. Да, 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 да. Всегда какой-то Шрек. И я такой, ну, давай! Нет. Помнишь, мы с тобой в Караганде про деревню фильм смотрели? О, да. Всего четыре актёра там. Мы с концерта пришли, а там прям артхаусная херня, понимаешь? Мы концерт, всё там, что-то девчонки, коровки. Мы говорим, сейчас мы в отель. И мы в номер зашли. И залипли. И я вот так, Славка, а что за херню смотришь? Да какая-то херня. И что-то пять, десять минут. И мы такие, мы должны, блядь, досмотреть это. На пятой минуте умирает, ну, вот один из этого села, а там их пять. Пять человек в селе живёт. А как это мы дальше раскрутимся? Ну, покажите мне четыре персонажа. И, короче, он умирает, остаётся жена. Ну, а как вы бы ещё узнали про это вообще? Два холостяка. Два холостяка, которые там, да? И одна бабища. И они начинают не подкатывать. И ещё там очень смешная коза. А ты говоришь, пятеро и четвёртый коза при этом? Миш, как было? Очень смешная и в какой-то момент очень сексуальная коза. Не, короче, очень русский фильм. Ты в конце сидишь и такой, такая жизнь. Да, да, да. Прям задумываешься, думаешь, хорошо, что... Но мы настолько залипли, что мы не досмотрели, заснули, потом нашли в интернете и досмотрели, блядь. А в фильме четыре актёра и коза, которая лучше всех сыграла, блядь, если честно. Коза вообще мощь. Ну, прикольно было. В описании я напишу в комментах под этим выпуском название этого фильма. Да, как же он называется? А ты вспомнишь? Я найду, мне где-то я как-то найду. Там мы так и искали. Деревня, коза, мужик умер. Теги. Да. Маленькую историю про эконом и вот про цепление языками. У меня отец таксист всю жизнь, всю жизнь таксует. И мы как-то подбирали двух пацанов. Блин, извини, отец таксист, это же в плане юмористическом очень забавно, что типа таксисты говорливые и всё такое. А прикинь, батя у тебя за рулём жёстко, домой приходит. Абсолютно, абсолютно так, абсолютно. Дом, он в целом молчал. Чтобы кому-то позвонить, это прям надо ему пистолетом угрожать. Ты ради него царский усад растил? Всё ради отца. Ну, я посмотрел на его молодые фотографии. А ты с ним в такси ездил, но он общался с тобой? Вот он, почему-то только за рулём он может. Видимо, какой-то клапан перекрывается, типа вот так вот как-то сел и такой. А как у тебя дела в школе? Там состыковка какая-то происходит с радиодача, знаешь. Ты как-нибудь батю закажи как бизнес. Он вообще скажет, сынок, я же тебя любил всегда. И, короче, мой отец, он даже эконом-минус, вот он такой, короче, водил. Это который зазывает, да? Да, да, да. У нас тачки всю жизнь такие были, короче, семёрка была. И подбираем, зима, снег идёт, подбираем двух пацанов, они чернокожие. И у меня отец, ну он же профессиональный таксист, он сразу их начинает. С первого вопроса просто убивает их. И он спрашивает, пацаны, вам холодно? Ну всё, я думаю, бля, поездочка, пиздос, короче, будет. А они по-русски? Они общаются, что-то отвечают, и он их заебывает вопросом. Видно, ну, типа не хотят. Они между собой пытаются что-то поговорить. И что-то прям, ну, батя всё время, что делаете? Ну не оскобить, не типа там, чунга или чанга. Нет, нет, но вот этот вот бытовой, знаешь, типа по незнанию расизм такой, типа я никогда в жизни чёрного не видел, и я его заебу вот этими дурацкими вопросами. Но не агрессивный расизм, знаешь, такой. И вот он всё это, и потом в какой-то момент эти двое такие чуваков говорят, а вы можете, пожалуйста, нас молча вести? Мы вам деньги платим за то, чтобы вы нас взяли и отвезли куда нам надо. И у меня отец такой, а ну пошли нахуй из моей машины. И я смотрю на батю, он расстёгивается. Потому что в экономе человек может, водитель может обидеться. Да, да, да. Потому что я думал, мы с тобой ну хотя бы чуть-чуть приятели. Да, да, да. Ты чё меня воспринимаешь тут, ебай? Я на тебя не работаю. Мы же с тобой, мы же с тобой. Ты думаешь, 800 тенге, и я твой подчинённый? Да, да, да. Ты за бензу мне закинул конкретно. Мы же с тобой оба заложники хуёвого автопрома. И он расстёгивается, и я смотрю на батю, и я тоже начинаю расстёгиваться. Думаю, бля, неужели с типами будем пиздиться? Два на два. Ну я на автомате. Я такой, я в тот момент понял, что я в натуре сын своего отца, хотя мы до этого никогда не были настолько близки. Ну всё, пиздал вам, Джанга 2 начинал. Да. И я такой, бегите. Типа, типа, кентов же не брошу, когда они неправы. Ну пахана по-любому не брошу. Пахана было бы странно, просто съебался домой, батя потом вечером приходит. Ну пап, ты не прав там был. И мы такие... Пап, да я не щеманулся, я за лазоломом бежал. И мы оба расстёгиваемся. Ну чуваки, короче, оценили ситуацию и такие... И ушли, в общем. Они не стали ничего там спорить, просто хлопнули агрессивно. И у меня пахан, он хотел выйти. Я такой, пап, ну всё, типа, всё, ну... А вот при этом... Я пахан прикни, такой сидит. Да хотя бы рэп батл давайте, сука! Два на два, нахуй, у меня сын, он рэпер, ты же рэпер, да? Потом они пешком друг с другом уйдут. Один говорит, бля, нахуй ты на чём? Говорит, мы можем молча дойти? Я реально только сейчас... Насколько поражает... Я боялся таксисту, который вот надоедливый, или ещё что-то сказать. Блин, я вам деньги получу, давайте просто заедем. Потому что это звучит... Я понимаю, что я обижу этим. А вот сейчас про себя думаю, а с хуя ли я этим обижу-то кого-то? На самом деле нет. На самом деле ты абсолютно прав. Потому что ты плачешь. Прав, но сложно это сказать. И я уверен, что большинству таксистов будет обидно от этой фразы. Потому что ты как будто бы их из разряда... Да ты меня же просто подвозишь. Мы же типа как кореша становимся какими-то работодателем и подчинённым. Да, да, да. Контрагент появляется. Слишком резкий переход. Вот эта стена точно ломается. Потому что когда он тебя просто подвозит, вы что-то обсудили и поехали. Да, он даже в какой-то момент может тебе какую-нибудь бабу показать. Че, как тебе? Нормально? Ну типа... Вы уже близки, короче. У меня был просто такой случай, когда таксист такой. И вот такая, представь, со мной. Вот такая вот у меня в багажнике лежит. Другой? Сейчас в Астану поедем. А чем история по итогу закона? Всё, они ушли. Они ушли. И я с отцом пытался, короче, поговорить. Ну как-то образуем. Я говорю, ну пап... А отец прям разозлился на эти слова? Он очень сильно разозлился. Он прям ехал, пыхтел. Я вот его спрошу, ну на что ты так жёстко триггернулся? Конкретно, да? Да. И он такой, а хули он со мной разговаривать не хочет? Мы же, блядь, едем. А есть такое, что у него теперь предрассудки к чёрным? Ну как будто... Типа неразговорчивые, да? Типа знаешь, из-за разряда... Ну, дай возил я как-то двух, блядь. Да, да, да. Гандоны они все. Окей. Да, пацаны сидели на заднем сидении и не понимали, что они за целую расу сейчас отдуваются, блядь. Правильно я сказал? Расу же? Да, да, да. Ты слава... Там эльфы, орки, потом... Нежить. Подожди, кто ещё? Нежить, нежить была. Нежить и люди. Всё правильно? Да, расу людей. Да. Выкрутился на хуй. Нормально, нормально. Я не то, чтобы сильно шарю в машинах. Я взял машину, на которую я сейчас езжу, потому что мне братишка сказал. А у меня братишка прям шарит. Он её выслеживал. Он такой, там, идеально, редко чинить. Выслеживал. Готовил капкан. На Борисе, прикинь. Братан, ну... Не, ну практически. То есть он хозяина знал, он её вёл, понял? Она на продаже. Она снята с продажи. Она на продаже. Она всё ещё не бита. Ну, точно так. И, короче, проблема вот в чём. Я не шарю в машинах, но зачем-то при своих друзьях надо всегда прикидываться, что ты очень разбираешься. И на СТОшке. То есть мне когда пацаны говорят, да там, 600 лошадей. Я думаю, ну большой той можно сделать. Дальше чё? Ну я вообще ничего не понимаю. Там диски, там, он большие. 18-дюймовые диски. Я такой, ну... Я тоже далёк от этого. CD или CD-RV, блядь. Что за диски? Я такой вид, что я разбираюсь. Я вообще просто говорю... А-а-а. Знаешь, каждый раз, когда я думаю, что... Да везёшь меня? ...машину было бы... Я бы хотел машину. Когда вот... Это... Трек классный заиграл. Я подумал, вот бы круто было без вас всех ехать сейчас. Вот это единственное, почему я хотел бы тачку. Слушать в ней музыку. Я вообще... Мне нельзя машину. Я буду на автозвуке стоять. Вот этот долбоёб. Очень много сабов, но никто не слышит. Только я. Кровь из ушей сижу внутри этой. Субару. Так у меня ещё, знаешь, что... У меня будет, наверное, субарист. Вот это вот я буду. Субарист. Плюс один субарист. Нет, знаешь, у меня ещё чё? Чё меня забывается? Уорс Елене плюс один субарист. Уорс Елене плюс бэрсубарист. Нет, короче... Я не понял. Короче, коза рождается... Ребёнок у казахов. Часто пишут... Козак Елене плюс бэрбатыр. Переводится на казахской земле плюс один батыр. А он говорит, что на русской земле плюс один субарист. Вот такая шутка. Всё понял. Что-то я сделал. А, знаешь, вот в этом ключе, кстати. Во-первых, меня вот всегда забавляли типы. У меня много таких друзей, которые... Ты смотришь в инстой, он такой... Сейчас мы аудюху и мэрс поставим от нуля до ста, посмотрим, кто кого вздёрнет. А я думаю, ну там технические характеристики есть. Есть куча видов, но там написано, сколько она едет. Ну, понимаешь, нет уже... Почему-то только в скорости они соревновали. Нет такого, что они такие, печку включать. Ну, кто перс поотеет нам? Сейчас посмотрим, у кого печка, ебашь. Ну, понимаешь, какие-то странные вещи сопоставляют. И всегда... Короче, не знаю, я не сильно шарю. Ещё и СТОшникам же надо доказывать, что ты шаришь. Это тоже странно. Ой, это такая игра в имитацию. Это пиздец. А чё? Я каждый раз так, прям выпрыгиваю из штанов, чтобы не показаться женщиной. Да-да-да. Я не сексист, ничего. Просто в глазах СТОшника, если ты, типа, не знаешь, что такое граната, ты, блядь, тупая долбоёбка. Ну, просто, типа, СТОшники, они такие... Так и есть. Граната — это что-то, что постоянно ломается в машине. Вот, да, вот, типа... Она где-то, где там она. Она где-то... Да, я не знаю, бать, граната. Она где-то под миномётом. Такой, о, братан, у тебя чё-то стучит. Да хуй знает, чё она стучит. Я чё, блядь, из Казахстана приехал, чтобы тебе в СТО объяснять, где граната, нахуй? Да не знаю я, где граната. Хорошо. Меня вот что поражает. То есть я заезжаю, он вот так, руки выделяет маслом. А поршень давно менял, поршень. Маслаки, маслаки. Я такой, да-да, кажется, меняли. Всегда кажется, потому что я не ебу вообще. Там книжка есть, в которой всё написано. Я к тебе приехал, потому что ты специалист. Я думаю, ну, только у источников так можно. Нет такого, что хирург выйдет, а лейкоцитики давно прогонял. Да-да-да. А, чё ты пришёл, с печенью прощаться придётся? Это, наверное, праворулька, ты чё хочешь? Я такой, о, братан, это тебе на рынок. Я очень уверенно делаю вот так по колесу. Я, короче, знаешь, какой лайфхак придумал? У меня, ну, у меня два старших брата и батя. И они прям мужики. Они такие, типа, прям шарят. У них в тачке есть всё. От медицинской этой аптечки до, не знаю, там, лодки надувной. Вот такие, короче, чуваки. И я у них максимальную консультацию до СТО получаю, чтобы самому, блядь, поехать на СТО. Я говорю, так, у меня вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. Они такие, ну, Айбек. И прям пишут, что мне надо, типа, сказать, чтобы не показаться. Надо на такие случаи микронаушники с мужиками лучше. Да-да-да, чтобы не показаться, типа. Тут брат, тут брат. Вот у меня я. Чтобы просто не опозориться перед СТОшниками. Прикинь, ты вот так в моменте говоришь. И у меня вот диффузоры, они давненько, да, их было дело вытягали. Потом, Айбек, так скажешь. У меня капот. Нет же такого, типа, ты готовишься. Нет же такого, что если ты в СТО что-то неправильно скажешь, такие, о-о-о, все, машину у нас вставляешь, больше за руль не садишься. Все, все, о-о-о, блядь, иди. Писка-то есть? О, блядь, писки нету. О, я вонарод. Но знаешь, что у СТОшников есть? Как только ты ему показал свою слабость, он тебе плюс 50 тысяч тенген, нахуй, зарядит. Просто, просто как делать нечего. Поэтому прям надо, короче, не показать свою слабость. Это, блядь, СТОшник, это тигр, нахуй. Да. Ты каждый раз как на схватку идешь с ним. Ты такой, я сейчас тебя захуярю. Нет, ну я, знаете, что я заметил, что работает? Многозначительно задумчиво кивая. Да, да. Это работает. Ну, то есть, а поршни что? А сам думаешь, что? Он говорит, ну здесь протекло, здесь явно уже прокладки, и ты такой, м-м-м, прокладки. Он такой, ну, либо прокладки, либо кольца. Ты говоришь, ну, а, возможно, и кольца. Ну, понимаешь, просто его провоцируешь, чтобы он тебе вкидывал варианты. Нужно еще жестко курить. Жестко курить, да. Что ты переживаешь за машину сильно. Ты такой, мать в больнице будет лежать, так не должен курить. Вот с машиной прям сильно курить. Да, да, да. И еще вот что забавно, что у меня машина купе. То есть у меня двухдверная машина, в которой можно отодвинуть сидение и посадить сзади кого-то. Меня братишка убедил купить эту машину, потому что он говорит, Мишаня, ну семьи нету, никого нету. Это идеальная машина. Ну, то есть там будет сидеть либо телочка. Для нас сирот. Да, либо телочка. Прости. Он говорит, там будет сидеть либо телочка, либо я. Ну, а с тобой поедет уже тот, кому реально надо. И я в итоге через день еду, и у меня в спину Слава, Мишаня, там остановись. Я думаю, нахуя я это сделал. Просто у меня маленькая машина, в которой всегда много людей. Потому что оказалось, всем надо. Там еще, братан, на заднем сидении, посередине, выемка под вещи. То есть там пластиковый квадрат. И все равно всегда есть долбом. Да, пох, пох. Да, бизнес не приезжает. Я такой, не, не, не. Вот в этот квадрат сидится. А то есть тебя брат ставил на то, что типа, это еще была такая дополнительная мотивация, что типа, кто надо, типа, настоящие друзья, типа. Те поедут. Те поедут. Да, а вот эти, которые только на бизнесе, лежи боки, они не нужны тебе. Хуй его тебе, брат, проверка. И такой, кстати, я эту проверочку сразу покажу. Себе место спереди главное забронировал. Чтобы вы понимали, насколько я мало шарю в машине, и насколько я не сильно заморачиваюсь, я еду на исток, а машина уже вот такой звук издает. Потому что у меня сейчас, прямо сейчас, я ездил на перетяжку. У меня уже, ну, наверное, почти с год. Перетяжка-то поранилась она? На перемот. Не, короче, новую кожу наматывали на руль. И наматывали. А что со старой кожей на руль? Она скинула, она змея. У меня машина немного змея. Миша просто забыл SPF намазать. Ядовитая кобра. Короче, реально мы будем змею тычить. Короче, машина... Не, ну а нахуй ты кожу на руле меняешь? Не, ну мне нравится, когда приятно мацать. Вот я такой человек. Граната, граната, я не знаю где. Пожалуйста, можно мне вот... Руль. Руль. Короче, мне руль перетянули, но его воткнули таким образом, что я уже... Не, ну я правда в ахуе. Ну какие могут быть разговоры с СТОшником? Ты приехал, я руль хочу перетянуть. Я бы тебя вот так... А еще что ты хочешь? А вот эту... А вот эту стучку тебе тоже сделать какую-то игрушечку? Вот эту. А Биби-ка вром-вром делает? Делает. А я натягивал руль, так? Давайте уже все сразу возьмем. Короче, дело вот... Ты что, вообще дел в жизни нет? Ты что, блядь, ездишь? Руль перетягивать, кожу? Нет, я это делал по пути. Лучше уж индусы ногами, чем руль перетягивать, ехать. Мир, у меня истерика, прости. Андрей, я это делал, когда у меня машина была на капремонте. Заодно. Я вообще такие вещи целенаправленно не делаю в этой жизни. Я сейчас объясню, почему, вы сейчас поймете. Мне сделали эту перетяжку. Теперь у меня уже почти год, чтобы машина ехала прямо, руль немного смотрит налево. То есть сильно налево. Перетянули, да? Видимо. Да. Нет, они там... Я выжму все из этого слова. Он прямо едет вот так. Да. Немного налево. Все время в дрифте. Да, да, да. Так же круче они просто... Немного налево это прямо, сильно налево это налево. То есть вот такое движение. Это дебус, чтобы выехать из дома, блядь. И у меня там что-то уже фары, там что-то перегорело, там что-то... Я такой, пока машина не сделает, мы на СТО не поедем. Она едет. А она еще падла крепкая, блядь. Она... Я ее с одной стороны продавать не хочу. Она старая, 2005 года. Ну хорошая. Я на нее смотрю, я в ней себя вижу. Тоже чуть-чуть перетягиваете. Меня тоже немного влево. Тоже двурукий немец. Тоже свежепрыгнутый. Но тебе две двери. Свежепрыгнутый. Парус перетянули меня в детстве. Не, а 2005-го много? Там же на километраж на самом деле надо смотреть. Что-то там 150. О, 150 хуйня. Что-то вот это чуть-чуть сломалось, и надо на 100, и ты не знаешь, что горит. Как будто ты такой, а может просто продать ее и новую купить. Ну типа на эти же деньги. Для меня стресс был такой разговор с этими мужиками, у которых, знаешь, которые курят, вот у них ус здесь желтый, блядь. Я бы вообще охуелся. Не, ну я нашел нормального типа. Короче, я нашел своего в их пещере, понял? Там есть один тип, Володя, короче. Я понял, что Володя, короче, курит мальбу, а у него на районе ни одного магазина. И я как-то с блоком приехал и говорю, Володь, а ты посмотри, у меня что-то там стучит. Я не понял, это ГРМ, да, наверное? А мне до этого умные люди сказали, что это... А что там стучит? Сюрприз, Володя. И теперь я приезжаю, он мне все, все смотрят. Сердечко твое стучит, мальборо красный, нахуй, блоками куришь. Да? Да. Прости, да. Нормально, смешно. Я приехал, ему все это показывать. Короче, все смотрят машину, в конце приходит Володя, тоже смотрит и говорит, будут говорить 100, скажи дохуя. 70 тысяч потолок за эту работу, и то здесь не обязательно вторую шерсть не менять. Я говорю, все, понял, иду к хозяину из 100. Ну, 60 тысяч потолок же, ты же сам понимаешь. И он такой, ну ладно, Мишаня, а ты, я вижу, человек знающий. Вот такой вот нужен обязательно человек в жизни любого мужика нужен. Да, да, да. И вот это так тоже нельзя. Ты это СТОшник, тебя секунду назад хотели наебать, и ты такой, не, мне кажется, это не то. И он такой, а ты человек знающий. Нихуя ты меня похвалил. А только что наебать, получается, хотел, и мы все равно друзьями остались. Он напрямую тебе сказал, а, ты не такой лох, как я думал. Видишь, они всегда, у них всегда есть люфт этот, они говорят, так я на всякий случай же всю полосу хотел поменять. Это чтобы у тебя потом проблемы завтра не возникло. Ну, ты хочешь по дешевому варианту, ну ладно, может она потом стуканет, ты потом смотри, мне не говори, что я наобоем. Это чисто как будто бы как мать с тобой разговаривает. Да, манипулятор чистый, страшный манипулятор. Короче, да, вот такие истории у меня с машинами. Стоучники вообще очень тонкие психологи, очень тонкие, вообще коварные люди. Да, я грубо, у меня сейчас немного налево, это прямо, сильно налево, это налево, блядь, я сейчас скоро будет кондер включить, туз крести, блядь. Все в этой машине странно, блядь. Короче, не знаю, да, но я сел не рано в электрокар, кстати. Потрясающе, блин, как потрясающе, вот эти китайские машины новые, вау. Всю жизнь думал, ну китайские, автопром, это же китайцы, а оно китайское. Так он выглядит как Порш. Невероятно просто. Он очень крутой. Братан, мы сели в машину, это только китайцы могут, блядь, такую машину сделать. Называется че-то че-то мьюзик. Братан, как телефон. И в конце еще синий зуб написано. Братан, машина, в которую садишься, открытие двери идет. Блютуз, синий зуб. Да, Андрей, да. Нету, нету, нету. Да, хорошая шутка, синий зуб, кому зашел. Какая, не было шутки. Да все, не надо мне. Да, да. Хочешь, ты скажи, я отыграюсь. Я актер, давай. Ну все, че там, мьюзик. Икпорт еще. Короче, машина, мьюзик называется. Че-то там мьюзик. Короче, там, братан, снизу вот эта боковая вот дверца, ну, когда вот вещи вставлять, этот карманчик. Там струны натянуты, на которых играть можно. Понимаешь? Там монитор вот так поворачивает. Зачем? Потому что мьюзик. Там, он открывает этот подлокотник, там микрофон. Караоке. Офигеть. Реально. Машина с караоке внутри. Все, вот такая машина. И открыть дверь. И о какой безопасности речь идет. Ну ты зато умрешь красиво. У тебя в тачке караоке. Да? Ты в варыке лежишь? Мы не едем в караоке. Мы просто едем. Представь, ты лежишь в варыке и красиво. Каким вы с девушкой поругались? Да, хуй же. Пусть будет она за рулем. Ты едешь, такая жесткая дешная, и ты Меладзу начал наигрывать. Это же жесткая какая-то... Это выжить в мультик, блять, превращает. Да, да. Играть вот здесь. Я видел в сториз, по-моему, у Мадика или у тебя вот это. Я думал, это что-то в игрушечную сели, блять. Я думал, это какой-то прикол. Реально струны в двери. Струны в двери. Потому что прикольно. Прикольно же, что дизайнеры же, они такие, на какой запрос покупателя мы должны ответить. И может за рулем-то руки некуда девать. Пусть играют. А ногами пусть барабан ему там поставят. Вместо газа просто. Ведальку, да. Так они на автопилоте, да, уже все? Мне кажется, еще это можно дополнительно что-то заказать им. Я потому что видел видосы вот этих авторазборщиков, которые в Китае двигаются. Они для своего рынка вообще какие-то космические корабли делают. Мне такого, что просто еще в этих электрокарах этот Маск со своими воебонами загнул планку. Типа у меня вот такая плазма там. У меня двери вот так по-крутому, как в игре открываются. Они такие, да похуй, у нас струны будут в этом. Сейчас еще напихаем. Так же тоже, там же знаешь, у Маска есть, меня это повеселило. В какой-то момент они выпустят этот «Долбит нормально» будет еще написано сзади. Сразу, с завода уже. Да, да. Плюс барбатыр сразу будет там. Там маленький мальчик в комплекте будет. Но неоновые подсветки будут. Да, да, да. Нет, они же, у Маска же тоже прикольные. Но у него приколы как будто… Как в СТО привезти, когда у тебя струна порвется? Как ты будешь это объяснять этому чуваку? Ну у вас тут это… Ну барышка сломалась, бля. Смотрите, тут либо… Тут играть надо, не знаю. Тут без 300 грамм не разберешься. Ну смотри, тут ли Аминор целиком по пизде пошла? Приезжаешь, они толпой в машине сидят. Офицеры! Офицеры! Наше сердце под прицелом! Не нужны струны, родной. Машина и так может. Мы и гранату нашли под это дело. И сидит хава и чистит. Но смотрите, я недавно пошел к стоматологу. И вот понял, сколько бы ты не зарабатывал, ты в конце выходишь такой, да дорого. 400 тысяч за имплант. Ты думаешь, а мы сиськи вставляем что ли? Что так дорого? И что ты не придешь, ты приходишь, я такой, у меня просто точка появилась, я хочу ее убрать, а выходишь и такой, так не только у меня рот гниет вообще. Я вообще конченый человек, бля, зачем я с людьми разговариваю, бля. Он мне показал заднюю стенку зубов, я такой, да иди ты вот, ты как вообще живешь? Я ей не пользуюсь, не ем же я заднюю стенку. Да, ты, конечно, не видишь никто, правильно? Зачем? Я хочу, чтобы зубки белые были, и люди такие, вау, ты классный. Чисто облицовка. Да, чисто, чтобы вот, а там, оказывается, у меня и пломбу надо, и верхние шестерки, девятки. Нерв, что за гондон? Он что, почему? Они просто цифрами сбивают нас, на самом деле. Шестерка, девятка, и все, паника уже. Математика началась такая. Ладно, нервные каналы, что такое? Вообще удалить нервы. Можно все нервы удалить? Все же проблемы из-за нервов. Удалите мне все. Все нервы удалите мне. И я злой ухожу, блядь. Я думаю, да удалите все мне. Можно вставную челюсть уже ебануть, чтобы никогда этих зубов не было? Нет, ну вот это. Слушайте, а из виниры, да, типа? Я вот хотел сказать. Тоже. Ты видел, как это выглядит, вот когда убирают эти зубы? Это же просто монстр. Если ты ставишь виниры, значит, всю жизнь надо деньги зарабатывать. В 40 лет не получится уже все нахуй забухать. Ты как будто... Ну, ты просто, ну, понимаешь? Да, 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 всю жизнь надо знать, что у тебя вот здесь кредит. Что ты снимешь зуб, и у тебя там волчья лыка нахуй. Нет, ну ты как будто боишься, Андрей. Ты как будто один успешный концерт выпустил, такой, я больше комедии не смогу. Я эти зубы не опроводаю. Не, ну типа, не, я просто... Ну, я не совсем понял. И вот это все говорят, да сейчас же виниры есть хорошие, не вот эти, как унитаз, которые как раковина уже, знаешь. И все равно видно каждый раз виниры. Мне будет плохо от мысли, да, у меня... Я знаю, что у меня там... Я вот сейчас брекетами занимаюсь, все такое, но когда виниры ставят, я когда знаю, что у меня под этим зубиком вот эта вот жесть, мне плохо будет. Конечно. Я в зеркало, я... Это я один раз накурился, посмотрел, какой я ужасный. И все, мне пиздец. Я просто себя не воспринимаю. Прикольно. А если... Я подумал, знаешь, что может быть? Прикинь, если через 20 лет виниры будут смотреться так же плохо, как сейчас золотые зубы. Ну, было же время, когда люди такие... А я ж золотые поставлю. Бабки имеются. Вот смотри, у золотых, мне, например, золотые больше нравятся. Это шарм. Ну, это ты в цыганке в глаза заглянул. Не-не, это круг, братан. Я согласен с Андреем, я согласен с Андреем, что золотой зуб — это какой-то вайп есть. А винир, он как-то превращает... Отталкивает, согласитесь, все равно. Он тебя чуть-чуть обезличивает. Ты как будто такой неестественностью. А золотой зуб, он прям тебя выделяет. Ты такой... Прикинь, золотой клык — это сразу, как тебя зовут в этом помещении. Как круто. Никакое имя не нужно. Тяжелые времена... Восьми залогами. Да, да, да. Это инвестиция. Да, нет, ну... Куда ты потом это-то дальше? Ну, это как пиратская нога костяная. Не, ну, это перебор. Это все-таки зуб. Еще вот нельзя удалить просто зуб. Надо на место его имплант вставить. Нельзя, кажется, у тебя зубы оказываются. Не, я видел людей, которые можно вообще. Не, а вот врач говорит, это типа у тебя мозг... Как же он сказал? Природа не любит пустоты. И, короче, у тебя зубы начинают вот так вот съезжаться, типа. И оттуда перекос челюсти. А потом у тебя проблемы с шеей. Кислород малый, и ты умрешь. Это... И это все из-за одного. Это жесткая манипуляция. В конце имама тебя никогда не любила, да. И фотка, где он с твоей мамкой на свидание. Вот, тут мы твои зубы ебаные обсуждаем. У меня вот такая ситуация была. Пришел к семейному стоматологу. В чего играют? Дарт. Дарт? Дантист. Дарт. Дартс. В данц? Танц. Векадан. Это когда кидаешь не дротики, а танцы. В тройку попал. Короче. Семейный стоматок. У нее сижу, и она мне лечит, вставила какую-то тему. И вот отсасывающую, знаете, которая засовывает, вот эта кривая тема, которая... Кривая тема. Ну, вот такая. Которая вот такие звуки сделает. Которая вот эта, кока-колы 5 миллилитров осталось. Да, 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 да. И трубочка. Я в этой позе лежу, она мне что-то там лечит, что-то пип-пип, что-то там делает. И очень сильно начинает, короче, в моменте такая... А до того, как она сейчас прослужила, она такая, а Мишан, ты вообще холост, да? У тебя девчонка-то есть? Девчонка, семья. Я говорю, нет, пока нет. А сколько тебе? Я говорю, 29. Ну, понятно. Села, рот открыл, началась процедура. И я ни одного слова не могу ей сказать против, потому что мой рот занят. И она 40 минут мне накидывает, какая у нее потрясающая подруга есть. У которой есть дочка, с которой мы обязательно должны увидеться. И я просто 40 минут... Надо было твоему батю такую профессию предложить. Там тебе хуй, чё, кто скажет, что делает свою работу. Да, да, да. А вы не могли бы? Молча. Могу, но без зубов останешься. Я его вставил, я ей, блядь, засунул. Я тебе сейчас органы отсосу. В шею засунул. Так, сердце чуть-чуть вытащил. До конца тащил. Мари, не выебывайся. Да, короче, это очень странно, когда ты с открытым ртом лежишь и ничего не можешь против сказать. И она тебе рассказывает. Я 40 минут слушал про ее потрясающую дочь, тетя Марины, которая невероятная девочка. А вы встретились в итоге? Конечно, нет. Но ты пообещал. Нет. Она такая, а чё, клянусь, там делок вот так был. И она еще вот такая, вот такая. А тебе такие девчонки как? Я такой, м-м-м-м. Типа, нет, нахер. Она такая, ну вот я так думаю. Значит, нравится. Ну вот я так думаю. И сейчас вообще пофиг. У стоматологов лучше не излить. Ну, когда... Ну, она, кстати, возможно, она специально это сделала. Потому что я в конце такой, sorry, мы не будем с ней видеться. Она говорит, я, кстати, чуть с обезболивающим переборщила. И я в итоге себе язык пожевал в тот день сильно. Чтоб не пиздел, нахуя. Было больно. У нас тоже был семейный, ну, типа, до сих пор он есть. Моим родителям нормально. Хотя он, хотя после него я к другому, более современному чуваку пошел. И он сказал, он тебе очень сильно по пизде... Киборгу. По пизде зубы пустил, да. И пришел за снимком, он посмотрел. У меня там что-то прям, ну, там, три или четыре зуба делать. И он папочку со снимками открывает, ложит мой файл. Я смотрю следующий снимок. У чувака просто вот четыре вот так вот. И три вот так вот. Я такой, ну, как-то, ну, прикольно же. Я такой, блин, ну, есть и, ну, такие тоже челюсти у людей бывают. Такие хуевые зубы. Бляд, знаешь, когда ты видишь такую челюсть, ты такой, да мне не надо же чинить. Да, да, да. Что-то мне раньше с ним пили по каналу. Ты смотришь, что на этой челюсти такой, речные монстры, второй сезон. Флэшбэки. Я просто, ребят, он когда этот снимок... Вот же ты. Он когда снимок этот увидел, он что сделал, пожелал удачи? Да, да, да. И вот, там дальше продолжать. То, что я такой, говорю, ну, блин, ну, типа, у меня еще не так все плохо, там, как бы, такие люди. И он такой, айбек, это же пахан твой. Я такой, что? Он такой, ну, да, Хасан. Я говорю, ну, я тебе, что, в рандомное место, у меня все по фамилиям. Вот ты, Хасан Айбек, вот твой пахан, типа, Хасанов Аскар. Вот что тебя ждет. Да, да, и он так и сказал. Он говорит, ну, если ты, у тебя, типа, генетика вот такая, если ты там вот так вот. А он моему бате вставные, короче, челюсти сделал. И он говорит, ну, вот я твоему бате вставные. И он такой, если что, могу и тебе. А ты как, ты не заметил у бати этот переход? Он резко с Уэст-Коста перешел на Аллею Славы в Голливуде. Он резко стал граблями, да. И, нет, я не задумывался. Я знал, что у пахана вставная, но я не задумывался, что все настолько печально. Я думал, ну, типа, пару, там, вот этих вот. Есть же такие, которые, налепляешь такие зубы, они держатся за другие, и он их снимает на ночь. Коронка. Вот такие представил зубы, вот такие зубы представил. Че, Питер Паркер еще их в красно-синий разрисовать. Там один зуб, второй держит. Не вываливайся! Мы молоды! Бля, отцам принципиально что-то скрывать? Если не вторая семья, то челюсть обязательно. Ладно, это уже личное. У меня есть девушка, и мы полтора года в отношениях. И вот полгода мы сейчас уже здесь. И, короче, что? Я пытаюсь собраться, извини. Короче, тема странная, но она очень комичная для меня. Я не понимаю, как ее расписать. Давайте я расскажу, как это было. Короче, меня периодически переебывает. И я хочу расстаться. И закончить что? Все девушки в зале! Тут на секундочку кислорода мало стало. Вот вакуум, вакуум. Хорошо, что он к стоматологу уходит? Ебал, слетит в один момент. Короче, это связано просто с моей тягой к разрушению. Что мне надо просто все закончить в определенной... Шлюха! Какая-то фаза. И, короче, все, мы с ней расстались. И спойлер. Да, блядь! Вы будете... В какой момент мы в театр превратились? Там человеку вам стоит реакция к этому удивлению. Там сейчас жирный мужик выйдет, а не расстались. Вот как мы расстались. Вот как мы расстались. Мы месяц спали в одной кровати, но спина к спине. Мы сошлись, все нормально. Мы вместе, все хорошо. Но в этот период расставания... Великая китайская спина вас разминает. И я убеждал, я убеждал, я убеждал своего психотерапевта. Я говорю, да мы расстались. Я говорю, вы не расстались. Я говорю, ну как это мы не расстались? Мы только целуемся. Это очень смешно. Это похоже на спор шестиклассников. И тогда вот такой вот я... Мы не пара, мы только целуемся. Да. А в губы был? Мы утром вместе не завтракаем. Мы расстались. Она просто ко мне приехала в другую страну. И короче... Я... Ну я бывает у меня месяца, когда я жестко загоняюсь. И иногда загон уходит в область члена. И мне обязательно нужно идти и провериться. Почему? Ты не обрезан. Прикинь, я всю жизнь решаю с ним этот вопрос. Не, кстати... Слава забавно отыгрыш показывает. Ты вот так сделал? Да. Капюшон пениса на голову на текло. Не так много? Не все. Просто потому что кричать в хате нельзя. Я в залупу тебя. Не все... Не все герои носят маски. Ой, мне нравится, как они прям жестко начали разъебываться. Именно тогда, когда мы про хуй заговорили. А хуй с хуя он такой потешный. Да, да, да. Когда не обрезано с этим. Обрезано не смешно. Короче, я сходил, сдал анализы. И у меня там нашли бактерию. А? Ой, бля. Вот. Бактерию. Одну? Одну. Одна. Вагиналиус бактерия. Нихуя себе. И какая-то еще вторая. Ладно, две бактерии. Вагинальная и анальная. Две бактерии, которые скажут, что, типа, надо вашему партнеру тоже провериться. Я, ну, Марго не стал говорить, парню своего отправил. Ладно, слушай. Короче, блядь. Короче, мы в расставании. И я такой, походу, типа, тебе надо еще сходить провериться к гинекологу. Она сходила и у нее тоже показала. И мы вдвоем расстались и в итоге лечим письки оба. Вот в такой ситуации я жил несколько недель. Ты мозок прям делал, да, вот этот вот? Да не, он просто вот так. Судя по всему, вирус есть. Я себе мой мозок заебал. Это больно? Ты делал же это. Да не, не, я не делал, я не делал. Я хочу пойти. Ты как это почувствовал? Это вообще не больно, сходи. Да? Знаешь, что мое любимое во всем этом? И там обязательно массаж простаты еще и бонит. Проверь. Знаешь, что мое любимое во всем этом? Что Слава многократный победитель юниорских чемпионатов по кикбоксингу. И Андрей его иногда так ебашит. И Слава такой, ну Андрей! Это так весело. Ну а че? Короче, просто это очень странная ситуация. Подожди, у тебя так... Колола у тебя? Смотри, я ни с кем, кроме своей женщины, не спал. Я от нее же... Слышал? Знаешь, на фоне чего у нее? На фоне чего? Я сейчас объясню. Откуда эта вагиналиус-бактерия берется? Из вагины. Вы, блядь, не надо. Сейчас каждая... Вряд ли она борту. Да он бледун ебаный. Все, да похуй, я скажу, как есть, как жизнь. Короче, это на фоне стресса у моей девушки очень сильно сместился цикл. Я вот сейчас жесткие подробности погружаю, но здесь она не против. Ну мы вроде угораем над этим. У нее сместился... Ну, блядь, ну жизнь такая, если над этим не угорать, что мне ебать, замыть теперь? Ну, правда матка, как говорится. Правда матка воспалилась, блядь. Вот именно. Слава. Спасибо. Короче, у нее сместился цикл, и на этом фоне сместился цикл, и воспалились яичники, и что-то процесс, короче, прошел воспалительный. И там вот это получилось, мы занимаемся сексом без презерватива, опа, ко мне эта бактерия перешла. И вот мы оба больны из-за того, что я, блядь, решил расстаться на месяц, понимаешь? А, хуеть. Мы оба на антибиотиках. Андрей, а бактерия случайно не любовь называлась? О-о-о-о. Нет, вагиналиус бактериус. А. Скажи мне, какие... Да не, ладно, это не из-за расставания была эта бактерия, это просто из-за этого переезда и панкова, из-за вот яичники, даже стресса. Из-за мобилизации я лечил хуй месяц, понимаете, как получилось? Десять дней ходил на массаж простаты, блядь. Мне засовывали, хоть даже не пальцем уже это делают, просто, блядь, чёрная трубка, нахуй. Чёрная трубка, на которую, внимание, надевают презерватив Ванька, встань-ка, блядь. И это всё из-за того, что, ебать, я против войны, нахуй. Да хуеть. Очень смешно. И мне из этого материал надо сделать, а у меня, блядь, это было, это очень странный период в моей жизни, мужики. Мне сначала было очень стыдно, потом страшно. А сейчас я просто, мне уже, я не знаю, это надо что-то с этим делать. Из этого надо делать материал. И мы ещё расстались, оба на антибиотиках, она на процедуры, я на процедуры. Но я не знаю, что делать с нашими отношениями при этом. Прикольно, что ты думал о судьбе ваших отношений с Ванькой встанькой в заднице. Вот что смешно. А почему у Ваньки встанькой нету, чтобы призреть его, Махса тоже рад. Прям взяли какое-то имя, испортили человека. Что-то на этом вы в моменте не сделали. Это для вас нормально. Девочки сидят, главное, других не траха. Бля, вот просто я, на самом деле, вот в этом плане очень, вот этот момент, что в отношениях ты от своего партнёра, насколько, вот, на фоне стресса, ебать. Да, вот Айбека в этом сказал, пока вы громко ругались, у него была мысль, он говорит, как потрясающе, что вагина даже без оплодотворения что-то создала. Проблемы. Да, вирус. Но создала. Да, она пометила тебя. Не, а прикинь, это, короче, легенда. Да, то есть врач в теме. То есть ты просто такой, мы расстаёмся, и она ночью вот так что-то капает тебе в рот. Сейчас, Андрюш, всё будет. Всё будет, Андрюш. И врач такой, вагиналиус, бля, повёлся. Немножко вагиналиуса. Ты думаешь, у меня, ты мою эту, девушку пристал, вот это она с носом у неё здесь такая большая эта хуйня, и она зелье у меня варит на фрилансе. Корень мандрагоры. А после массажа простаты лучше стало? Заебал, давай не будем, нет, давайте, нет, всё, заебал. Да всё, я заебал. Да не, я правда... Ну что значит лучше, это комплексный, надо выпить лекарство. Я не знаю, мне кажется, он мне закомпанивает от массажа простаты. Я поддался просто на эту хуйню. Мужики, выпили, закусили, по массажу. Ну чё добру пропадать? Лежат эти палки, блядь. Вибрируют без дела, блядь. А так хоть в тебе. Не, Андрей, главный вопрос. Вы вместе в итоге, всё хорошо? Да, вместе, всё хорошо. Всё нормально. А нет такого... Не, ну я, наверное, я ненормальный. Меня иногда переёбывают. Мне вот надо. И спустя, вот это не месяц, наверное, недели три, месяц, и в какой-то момент уже пора было прямо расставаться жёстко, чтобы она уехала. И я, проходит несколько дней, я за ней присматриваюсь, мне просто... Ну ладно, это сейчас исповедь, это для неё, я говорю. Короче, мне очень сложно было вступить просто в долгосрочные отношения, я расставался всегда, типа доходило до года, я легко влюбляюсь, а потом, когда какая-то о серьёзных чувствах идёт речь, я начинаю так полупотребительски относиться, и чтобы... Ну это нехорошо, то есть это просто вот такой факт, что это страх серьёзных отношений. И это было очень важно. Год прошёл, мы отметили годовщину, всё было очень круто, проходит пару недель, я расстаюсь, потому что это мой внутренний побег, и благодаря вагиналиусу... Понимаете, если венеричка вовремя придёт в вашу жизнь, то вы можете обрести глубокие чувства. Ну его нахуй. Не, ещё какая-то такая... Ну его нахуй! Говорит парень, девушка, ура! Идём сдавать анализы! Насколько разные эмоции. Да хоть бы, хоть бы, хоть бы. А прикинь, очень много девушек... Вот, я не договорил, уже надо расставаться, я смотрю на неё и понимаю, что я очень люблю этого человека и боюсь его терять. Вот и всё. И тем более уже вылечился. У нас и вирус один с ним надвоим. И в счастье, и в горе. Да мы, блядь, вагиналиус один таскаем, давайте уже. Мы уже расписаны, можно сказать. Мне очень интересно, сколько девушек здесь, и сколько девушек, которые посмотрят это на Ютюбе, жёстко напрягут свои яичники. Нас сблизит вирус. Чтобы скрепить по примеру Андрея Ерапеса свои отношения. На самом деле, даже если вы в отношениях ходите, проверяйтесь. Да конечно, конечно, на самом деле очень важно. Типа, мне, например, ну, слава богу, ничего такого нет, но мне супруга... Слава богу, блядь. Слава богу. Я как прокажённый теперь, блядь. Андрюк, никак у тебя не такой пиздец, конечно. Да я вообще, если честно, думаю, что вагиналиус максимально безопасная хуйня. Как будто, ну... Ты же вагине был? Правильно. Да, да, бактерия с названием вагиналиус как будто прям не жёстко навредит. Знаешь, чуть-чуть попакостничает и всё, короче. А как будто из члена пенисиус должен выходить. У вас вагиналиус, у неё пенисиус. Чего вы пришли? Идите оба на массаж простоты. Оба. Какую я мысль хотел? А, я женат, и мне жена такая... Айбек, твоя папиллома заебала меня. Пойдём вместе. Я говорю, ну, тебя заебало, ты иди. Мне с папилломой всю жизнь охуенно живётся. Я папиллому больше тебя знаю. Папиллома со мной столько прошла. Это на коже какие-то хуетушки, короче. Бля, я думал, это фрукт. Я тоже. Охуеть. Да? Как помыл, а типа... Да, вот тайский какой-то. One mango juice papiloma, please. Да? Я так и говорил. Mango waterman papiloma. Ну, не, я просто не знаю. Мне вот здесь хочется найти смешная тема или звучит как... Это очень смешно. Смешно, конечно. Надо вопрос позадавать, конечно. Не, это ещё знаешь, это ещё... Или, не, мне кажется, а звучит как пиздец. Или что-то странновато. Да не все пацаны какие-то... По идее, по идее, это звучит странновато, но это реально. Это общее, это общее. Братан, сам факт, когда ты кричишь, что Путин загнал тебе в задницу, не дать презерватив Ваньку-Стальку. Да, это пиздец. Это же смешно. Это очень смешно. Это вот сейчас придумывалось. Вообще круто. С вами просто. Да. Я реально говорю. Ещё знаешь, он же ещё на разных уровнях работает, потому что ты пока всё это рассказывал, девушки три раза сделали. И, ну, типа, ты разные эмоции вызываешь этим блоком. Да. Там весь зал женщин будет сидеть и ждать, жили они долго и счастливо. При этом ни один мужик, когда услышал, что тебе в жопу чёрную хуйню вставляли, никто не сделал, как девушки до этого, всё такие, да, нахуй, получаешь. Не, не, у всех очко такой. Да, там в другом месте. Да, да. Там стул прилип. Сейчас съёмки заканчиваются и по-далбски. Не, я так считаю, что если вашим отношениям нужны эмоциональные качели, не, это не совсем, ну, блядь, это я совсем как подросток уже поступил. Я на самом деле вот этот месяц, это я вот так сделал, я не горжусь этим, я не считаю, что это нормально, но в итоге это привело к каким-то положительным. Я бы не хотел так ещё раз в жизни повторять, потому что эмоционально это, короче, ну, высасывает. Так нельзя часто, ебать. Давай вот переходить ещё. Но иногда, чтобы понять, что тебе прикольно, ну, то есть это, ну, почему нет? Да мне кажется, это не очень хорошо, но просто, ну, у меня тоже возникает иногда желание, типа, всё разрушить нахуй и, типа, да, но я эту деструктивную энергию вообще в разные места. У меня, например… Я теперь тоже. Вот мне, например, супруга говорит, как хорошо, что ты, например, в прожарках участвуешь, потому что я, как вот сажусь писать прожарку, я прям уничтожаю человека. Ну, типа, как будто… С злостью. Да-да, как будто… При этом я ничего, у меня нет никаких, типа, бифов с этим чуваком, но просто, типа, в моменте я его прям начинаю ненавидеть, и я прям, ну, хорошие какие-то на прожарку шутки пишу, и она такая, или там хорошо, что ты, типа, компьютер играешь, там, или ещё что-то. Мы, например, с женой ругались последний раз, наверное, года два назад. Ну, типа, ну, и то это была ругань такая, типа, а чё ты моим родителям нормально, там, не поздоровался? Я такой, да, блядь, пиздец, вот давай вот сейчас, ну, похуй, давай, ну, сыграем в эту игру, ну, типа, погнали, там, ну, чё-то… Это, знаешь, вы понимали, что давненько не… Да, да, типа, просто размяться, давай, ну, вот так вот, по плечам. Это, знаешь, когда, это вот тот чувак, который на улице просто идёт, идёт и резко двоечку… Я не умею драться, двоечка ебанно была. Как-как-как? Двоечку покажи. Вот так же, только, только, когда двоечку бей, сделай, вот ты говоришь, ты неправильно с моими родителями поздоровался. Да, да, да. Ты неправильно поздоровался с моими родителями? Нет, хуйня получается. Да, да, да. Почему? Давай ещё раз. Давай. А, я женщина в этот момент? Да. Гульфик ещё натянулся. Ты вообще-то неправильно с моими родителями познакомился. И двоечка. А, познакомился, да? А я сказал… Познакомился. 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 Ты называешь его Андреа Найбе! Видишь, да? Жёсткий. Вот что-то такое, короче. Сейчас просто страшно было. Сейчас… Было так страшно? Меня ещё не начинали пиздить ни разу. Слава уже думает, что всё, что угодно может напугать людей. Хочешь я тебе… Знаешь, что может напугать меня по-настоящему? Анализы, бля. Короче, надо… Мне кажется, можно вывести мораль из вот этой истории, что нужно вот этот деструктив куда-то перенаправлять. Ну, типа, что-то надо с ним делать. Потому что направлять… Это вообще большая тема на самом деле. Да, да. Просто про это расставание, про желание разрушить. Я понимаю, что я не один такой, что люди в отношениях часто просто думают, да нахуй это всё. Да, да, да. Но ты же уже не ребёнок, надо из влюблённости переходить в какие-то глубокие чувства партнёрские. Ну, не, на самом деле… Ты для… Борода себе задушишься? Ты чё с ума захочешь? А вот знаешь, Андрей… Я говорю… Одну секунду… Одну секунду… Я говорю… Слава, три мотора вывезешь? Да, на изи. Да, да. Фляга прям здесь потекла. Я вот… Я знаешь, в какие моменты… В эти моменты иногда себя… Ну, не то чтобы останавливаю, но когда вот прям хочется прям жёстко по пизде всё пустить. Я иногда думаю, типа… А думает ли она такие мысли? Ну, типа… Я просто… Ну… Просто… Бля… Здесь негативная энергия! Копайте! Давай, Альбек, формулируй. Нам надо заканчивать. Формулируй ёбанную мысль. Короче, я себя… Я себя… Тише с нами, Алтенбек. Всё, он вышел. Он вырвался. Ну, знаешь, он же скажет, заебал ты. Э, Андрей, я вот… А всё, пизда, бля. Столько слушаю. Я в ахуй, чё ты думаешь? Э, любишь? Любина. Не любишь? Нелюбина. Чё погибёшь? А если… А если… А если иногда не знаешь, блядь, любишь или нет? Улицы простой это такое. Э, так не бывает. Так не бывает. Ты либо любишь… А теперь Слава, блядь, что мне скажет? Андрей, ты… Я тоже иногда думаю, иди на хуй. Но потом я понимаю, это вот, знаешь, какая-то внутренняя хуйня, которая тебе всю жизнь… Ты хочешь ебаться от себя, а не… Да, конечно. Да, да, да. Сто пудово, сто пудово. Я уверен, сейчас в комментариях столько умников ебаных появится, которые нам объясняют и в чём, и что надо было уходить. Я очень хочу, чтобы они появились. Будет интересно со мной. Давай закончим мысль про… Да, вот, короче. У меня, когда вот мысль появляется… Ну, типа, мы все там несколько дней думаем об этом, то, сё. И, понятное дело, касается отношений. Я думаю, может быть, типа… И потом я, короче, себя не то, что успокаиваю, но меня всегда… Вот это, типа, на страже моих деструктивных мыслей одна мысль всегда стоит, типа, у неё никогда этого не возникало. Ну, типа, она, ну, за вот… За то, чтобы я был рядом, а не чтобы, типа, нахуй всё послать, в отличие от меня. Типа, это мой… Тебя это успокаивает её как… Тебя это успокаивает её как… Тебя это успокаивает, потому что она как опора в этот момент. Да, 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 да. И однозначно. Я такой, она… Ну, типа, она… Вот, я такой… Вот, она опора, и я немножко так карабкаюсь, так… Засички чуть-чуть подсунул в крышу, поднялся. И такой… Фуф! Всё! Воздух! Духота закончилась! Айбек! Погнали дальше! Нормально живём! Моя жена – моя опора! Недавно увидел ситуацию, которая для меня является апофеозом нормальных отношений взрослых людей, которые я хочу. Мужик, отец моего друга, лет примерно 65-65, и мы в супермаркете. Он говорит, пойдём, быстро поможем им закупиться. И он видит какую-то конфетку и говорит, «Хочу эту конфетку». И жена ему говорит, «Ербол, мозги не ебей, положи конфетку и пойдём за овощами». Он говорит, «Ну я хочу конфетку». Она говорит, «Ербол, блядь!» И он вот так падает на пол, «Хочу конфетку!» Она такая, «Ладно, бери!» И он такой, «Спасибо!» И они оба угорают идут, я думаю, бля, вот это заебись! Это так прикольно, на самом деле. Когда такие отношения у взрослых людей. Я тоже иногда охуеваю, как моя, типа, принимает всё моё. Я могу не заходить. А у нас золотые женщины. Да. Давайте за них стоя. Не, я встану, не знаю, как ты, Слав. Да пошёл. За ваших, ой, слава, блядь. А Кимура встал бы. За ваших женщин. Короче, ещё, нет, стой, дайте я закончу, потому что мне Марго все время говорит, блядь, они все думают, что ты ёбаный ангел, блядь. Они всегда говорят, ой, какой Андрюша хороший, а ты вредный пидорас. Да, я вредный пидорас. Это факт. Я иногда видел этого Андрея, он прикольный. Я утром говно полное. Раз уж мы говорим на языке пассивного общения. Я такой, да ну нахуй, Андрей. Есть в нём, да, вот это вот что-то? Да я гнилой, конечно. Вот тебя надо было от этого лечить, а не от вагинолиса. Понимаешь, вот сейчас я тоже, видишь, я вот этот хороший парень. Я даже лично сказал там, да не, я гнилой. И люди такие, ну да. Какой он простой. Он не гнилой, он же с гнильцой. Кажется, ты честный. Самое главное. Скажи, вот такие вот можно носки? А я вообще усы всегда любил. Всё, всё, мы уже на это говорим. Это уже гейская концовка. Это перебор, да? Это как будто я, блядь, японская школьница, сука. Вот у тебя феникс, тебе прям подходит же. Пиздец. Ты каждый день сгораешься, возрождаешься. Он просил длинные носки. Он говорит, вот длинные носки. Я их раскрыл. Они слишком длинные. У тебя усы как горка, как жизнь. То вверх, то вниз. Ну вот как мне их носить, блядь? Блядь, знаешь, у меня подсознательное желание... Кувырки сделать, блядь, всегда. Каждый день, сука, иду по... Это вообще... Мы так никогда не закончим. Так хочу кувырки делать, сука. Я в Стамбуле учился когда... Блядь, час сорок, ёбаный в рот! Там улицы из булыжников, и я каждый раз набухивался, я эти кувырки... Парни, я не поддержу вас в этом, у меня грыжа. А мне кажется, вот на этом прям можно закончить, нет? Это было шоу Сетап Тар. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мамс Мэджик. Пишите комментарии, кто крутой, кто ещё круче. Спасибо! Люди уходят, извините. Так, у меня есть машина, но... А мы хотели про сны поговорить, про свои. Вы спать хотите? Всё, всё. Пока-пока. Спасибо вам, до свидания. А, Андрей, какой пассивно-агрессивный со зрителями, просто пиздец. А что я пассивно-агрессивный-то? Я же не пассивно-агрессивный... Это подъём в нашу сторону был, типа, настолько духота... Да они уходят, блядь, я им объясняю, пиздец. Как после этого, блядь, не быть пассивно-агрессивным? Посмотри на них, ты посмотри. Я просто им душу изливаю. Один остался. Вот ты, вот ты человек. В смысле, он лучший? Ты чё, охуел?